Книга «Открытым оком» 3 том Сема Лапкин книги. Вопрос 888 Когда кто-то поднимается против вас, вашего авторитета, владычества, то не стоит ли вам задуматься, не сами ли вы им подали повод для этого в чем-то? Отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Именно так. Вот один из случаев. Письмо Лапкина Игнатия Тихоновича Калашникову. П.Г. из личного архива Лапкина. Том. 69.26 Мир вам, дорогой Петр Григорьевич. Совет твой очень хороший, чтобы избавить деревню от порнографии и самому мне от нее избавиться. Отвечаю. Ничего из порнографии у меня никогда не было. 23 октября 1995 года, после летних каникул, я первый раз пришел в Алтайскую правду, в издательство, где по решению директора Грохотова БГ берем отходы газет, бракованных и бумаги чистой. Летом этим делом занимался Женя Янчук с братьями. Привозили ко мне в сарай, а последнее время до 23 октября 1995 года складировали в отстойном, в кавычках, зале издательства. 23 октября 1995 года с помощью Жени Янчука все, что заготовлено было, около 200 кг, было доставлено на Никитинскую на местной машине. Что там было в этих газетах предназначено исключено для растопки печей в Потеряевке, ни я никто не знал. Часа через три заехал Алексей Сесков на своем рафике. Мы быстро, уже при сумерках, сносили к нему. Газеты были в пачках, связанные, носила и Надя, и Коля Шевченко. Внизу живет. Через несколько дней заезжал Алексей Сесков и как бы, между прочим, в разговоре сказал, когда разгружали, то развязалась пачка. И сам смеется. Там эти газеты интим. Я. А что это такое? Да такая газета голых рисует. Во пакость какая, говорю, Алексей смеется. Я. А мы и не знали, что есть в городе такая газета, даже не слыхал. Ну, она редко издается. На этом все и закончилось. И вдруг ты, дорогой Петр Григорьевич, пишешь, что пошлешь этот интим епископу и в Тихую и в Синод, что где я проповедую методы совокупления голых мужчин и женщин из газеты интим. Что я впервые написал, это я тебе пояснил. Что я впереди написал, это я тебе пояснил. А все, что дальше пишешь, придумывая сам или с чьей-то подсказки, это уже все твое. Делай как лучше. Пусть и там узнают, что совокупляется голое. И в конце вы, Петр Григорьевич, добавили, я не хочу, чтобы мои дети смотрели эту литературу из ваших рук. С сохранением орфографии пишу. Во-первых, ваши дети, думаю, без нас с вами в каждом киоске больше видят, в кавычках, литературы. А если бы вам, Петр Григорьевич, действительно все посерьезно было противно, то ты, как наш батюшка, отец и Аким, сжегу потихоньку, для чего газетная продукция и предназначалась. А не рассматривал бы и не примерял к себе, если уж так целомудрен ваш разум. Храни вас Бог и Матерь Божья. Возлюбленный брат Петр Григорьевич Игнатий. 11 декабря 1995 года. Продолжение следует...